В этот хмурый воскресный день мы с вами прилетаем в жилой комплекс усадьба Суханова. Друзья, посмотрите, как это выглядит с коптера. Маленький микрорайон, где нас встречают пятиэтажные дома. Здесь мы с вами познакомимся с семьей, которая расскажет нам свою историю переезда. Поверьте, им есть что рассказать. Данный ЖК расположен буквально в 8 километрах от МКАД на юг от Москвы. Это район Ленинский. Сейчас вы видите актуальные кадры с коптера и скажите мне, не кажется ли вам, что для этих пятиэтажек название жилой комплекс усадьба Суханова звучит как-то пафосно. А вот теперь почувствуйте разницу. Я вывожу на экран рендеры, как презентовал застройщик некий ООО Декор. Этот жилой комплекс. Сегодня мы услышим ту самую историю, когда ты приходишь в офис застройщика и тебе презентуют совсем другую реальность. Тебе показывают картинки, тебе рассказывают о том, что во дворе у тебя будет школа, куда будут ходить только ваши дети. Во дворе у вас будет детский сад, куда будут ходить только ваши дети. Тебе показывают потрясающие рендеры, где ты видишь, что твой ЖК будет расположен внутри леса. Вокруг тебя дорожки, все красиво, все аккуратно. И вы видите сейчас реальность, как в реале выглядит этот ЖК, который, друзья, к сожалению, уже достроен. И никаких других изменений здесь больше не будет. В этом видеоролике вы узнаете самую актуальную и полезную информацию касаемо этого жилого комплекса. Послушайте настоящую жизненную историю людей, через что им пришлось пройти. Просто представьте себе, вы покупаете квартиру в новом ЖК, а потом выясняется, что ваш дом хотят снести. А потом выясняется, что под окнами вашего дома хотят построить альтернативу МКАДу. И это только начало. Присаживайтесь поудобнее. У меня для вас будет маленький, но полезный спонсор выпуска. После чего мы начинаем основную тему. Приятного просмотра. Я знаю, что уже довольно-таки большой части зрителей на канале нравятся сюжеты про недвижимость. И вы хотели бы, чтобы подобные ролики выходили как можно чаще. Но мы снимаем на разные темы, поэтому у нас эти ролики выходят не так часто, как хотелось бы. Но у меня реально есть товарищ, который проживает в соседнем доме, и они работают над каналом, имя которому Смаррент про недвижку. На канале вас встретят довольно-таки большое количество полезной информации. Так, например, Виктор рассказывает про свои и кейсы клиентов по инвестициям в жилую недвижимость. Делится с подписчиками секретами и рассказывает про возможности и риски при покупке квартиры от застройщика. Виктор делает отдельный акцент на стратегию по инвестициям в жилую недвижимость. В роликах он рассказывает про собственный опыт и каждое воскресенье проводят прямые эфиры с инвестиционными обзорами на рынки недвижимости Москвы и Московской области. Подписавшись и посматривая канал Смаррент про недвижку, он вам поможет выбрать не только правильную инвестиционную недвижимость, но и также люди вам могут оказать услуги по доверительному управлению ваших объектов под долгосрочную аренду. Начните становиться финансово грамотами и финансо независимыми вместе с каналом Смаррент про недвижку. Ссылки на канал тебя уже ждут в описании, всего два клика и ты уже подписан. Сделать это нужно прямо сейчас, чтобы не потерять канал. Если вдруг тебе что-то не понравится, отписаться ты всегда успеешь. Смаррент про недвижку ждет тебя в описании. Знакомьтесь, это прекрасная девушка Ирина, хозяйка квартиры. Ирин, расскажи пожалуйста, как вы вообще здесь оказались? Откуда вы? Вот кратенькую историю, чтобы людям было понятно. Мы с мужем познакомились, мы из соседних районов, он из Ясенева, я из Южного Бутова. И потом, когда решили уже вместе жить, нашли квартиру в Подольске. Сначала показалось очень классным вариантом, по цене нам подошло и в принципе показалось, что очень удобно будет к родителям добираться. У нас еще участок дачный тоже по Симферопольке. Но потом поняли, что очень долго ездить, потому что ну минут пятьдесят четыре километра проезжали. А работали вы при этом в Москве? Да. И то есть каждое утро пять дней в неделю вы вставали утром вместе, садились в машину? Нет, у нас две машины было и мы по-разному ездили в разное время. А, каждой? Да, потому что когда мы переезжали, я работала на юго-западной, а муж работал в центре. Потом я в Строгино офис переехала, я вот каждое утро в Строгино ездила. Помучились вы сколько примерно лет по такому принципу? Два года. Два года. Вам было достаточно понять, что эта затея не самая лучшая. На основании этого вы начали искать жилье поближе к Москве. Как мы понимаем, родители у вас живут на юге. И для вас вот это направление, у нас рядом трасса М-4, ну южное направление с карты, с коптера. Я вам все детально показываю. Вам показалось, что здесь где-то нужно найти. Каким образом вы вышли на вот этот вот шикарный жилой комплекс пятиэтажный? Мы вообще изначально взяли риэлтора, чтобы она продала нашу квартиру в Подольске и потом нашла какую-то взамену. Мы хотели продать, доложить, купить и как бы обойтись без ипотеки. Но как-то с риэлтором не сложилось, потому что квартира вообще не продавалась. Четыре месяца она стояла, ни одного показа не было. И мы стали смотреть сами, начали искать. Смотрели Южное Бутово, поняли, что вообще по деньгам не натягиваемся. Потом посмотрели вот как раз совхоз имени Ленина рядом был, но там тоже были многоэтажки. То есть 17 этажей, 20 этажей. Мы уже устали, когда сверху миллион человек топочут. Огромные дома, невозможно найти парковку, вечером крутишься. Как раз вы были из тех, кто пожил в так называемом Человейнике и приходит к выводу тому, что вот пятиэтажечка, тем более свежая пятиэтажечка, это меньше народу, больше кислорода. Да, но нам понравилось то, что здесь всего 660 квартир в первой очереди. Должны были построить еще парковку наземную, где-то на 300 мест. Очень близко к Москве, леса вокруг, усадьба. Мы увидели плакат какой-то. Вот мы ехали, в Бирюлево выезжали и увидели, что продаются квартиры. Но вы сюда еще приезжали в летнее время смотреть. Да. И в летнее время, соответственно, само собой гораздо уютнее, чище, зелени больше. Ну, не такой вид, как сегодня. Да, конечно. 2015 год. Да, серединка. Вот расскажи, пожалуйста, на тот момент, когда вы были готовы выходить на сделку, что вам вообще здесь обещал застройщик? Потому что сегодня, мы смотрим, немножко домов стоит, как-то куца, кругом поля, леса. По идее, должно было быть здесь больше. Что обещали? Обещали, что здесь будет три очереди. В первой очереди 6 домов и парковка. Во вторую очередь должно было быть тоже порядка 6 домов и детский садик. И в третьей очереди где-то 4-5 домов и школа. Мы, конечно, со скепсисом отнеслись к обещаниям, потому что уже знаем, что застройщики очень часто обманывают. Но все-таки понадеялись, потому что застройщик очень много строил для администрации города, Москвы, Московской области. И мы подумали, ну, может быть, все-таки. Может быть, портанет. Вы купили квартиру в 2016 году. У вас двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров. За сколько вы ее тогда купили? Мы купили за 4 миллиона. Она была по акции, потому что она была угловая. Нам показалось это плюсом, потому что соседи у нас только с одной стороны и снизу. На пятом этаже мы как раз хотели последний этаж. Мы целенаправленно искали, чтобы был последний этаж. И она была 4-130 и мы взяли ее за 4 миллиона. На сегодняшний день начало 2021 года. Я знаю, что у тебя соседка продала квартиру. Люди периодически выставляют на продажу. Почем здесь нынче недвижимость? Ну, мы смотрим цен на всякий случай. 8,5-9 миллионов продают. Ну что, мы с вами залетаем в подъезд. Друзья, вот обратите внимание. Пятиэтажечка. Ну, как все цивильно сделано. На самом деле, я даже не ожидал. И с одной стороны, у меня сначала, когда мы ходили по улице, такая, знаете, ассоциация возникла. Словно мы приехали куда-то в закрытый воинский городок. Как будто бы переселяют сюда военных. Но при этом дом новый. Опачки. Должник, должник. Слушай, подъезд чистый, просторный, самое главное. Обратите внимание, колясочная зона есть. Ну, мало. Всего, видимо, еще не до конца дом заселен. В пятиэтажном доме аристик-то уже есть. Смотрите. Опа. Мы пишем, и нас пишут. На самом деле, вот эту вот дверь железную, да, поставили люди, жильцы, камеры поставили люди. То есть, это тоже очень важно, когда в доме живут адекватные люди, соседи. Ирина, с которой мы общаемся, она, получается, старшая по подъезду. Соответственно, все, что не хватает этого жика, нормальной управляющей компании, чтобы она вовремя все расчищала во дворе. Пришли бы сейчас, представляете, закрытые пятиэтажечки. Здесь прям поспокойнее, посвежее как ты себя ощущаешь. Тук-тук. И мы с вами заходим в гости, друзья. Площадь 55 квадратов. Изначально, когда они зашли, здесь не было вообще ничего. Соответственно, все то, что вы увидите, это люди сделали ремонт под себя. Вы заходите, у вас просторная прихожая. У них есть ребенок маленький. Это тоже нужно учитывать. Соответственно, здесь вдвоем-троем собираться на улицу будет гораздо комфортнее. Проходим дальше. Двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме. У тебя есть отдельный первый, так называемый, гостевой санузел. Встроенный шкаф, где висят их зимние вещи. Мы с вами проходим дальше и попадаем в зону кухня плюс зал. Вот посмотрите, сколько здесь пространства получается. Сразу отмечу, что кухня у ребят идет в процессе ремонта. Постепенно на нее доделать, потому что у ребят папа плотник. Он эту кухню, по сути, собирает сам. Все будет сделано красиво. Ты даже сейчас, когда ты заходишь, на мой взгляд, ну какая-то душа в этой квартире действительно есть. Вот пройдите, пожалуйста, Виталий, сюда. Покажи просто, какое пространство нас встречает. С одной стороны, можно сказать, что не так много. Но с другой стороны, когда вы проживаете в квартире троем, ты пришел пообедать, сесть с телевизором, который крутится, вертится. Можно сесть на диванчик. Они очень сильно хотели жить на пятом этаже. Я уже уточнил, крыша не течет. Соответственно, плюс угловая квартира какой? Дополнительное пространство, дополнительные окна. Обратите внимание, казалось бы, просто угловая квартира. Но на самом деле, сколько можно заложить сюда уюта? Люди сделали другие себе батареи. Они симпатичные, они прямо здесь какой-то шарм придают. Светлый подоконник. Ты присел сюда, понимаешь, подушечку подкинул, взял чашечку чая, поставил, можно свечечку зажечь, книжку взять, почитать. Вот это я называю душа. Когда ты приходишь домой, когда ты можешь сесть почитать, посидеть в телефоне, поработать. То есть, у тебя есть различные пространства, у тебя в квартире, где ты можешь сесть посидеть. Здесь есть дополнительный технический, скажем так, шкаф. Мы сейчас с вами проходим в зону их спальни. Вот обратите внимание, вроде бы с одной стороны комнатка небольшая, по сторонам везде сделаны скрытые встроенные шкафы, куда можно также дополнительно вешать вещи. Дальше мы проходим на балкон, который мне понравился прям очень сильно. Смотрите, как сделано. Во-первых, уютно сделаны двери купешные, да, с этими перегородками, потому что в летнее время можно будет открыть все шторы. Таким образом, здесь будет достаточное количество света. Балкон они переделали под свои рабочие места. Здесь у нас идет теплый пол с подогревом. И самый прикол в том, что хозяин разрешил. Я тут не навожу свои порядки. Открываются у нас окошки вот так вот. И ты представь просто, ты сидишь летом, когда хорошая погода, когда все зелено. Сидишь, работаешь или там у тебя легкий перерыв. Ты попиваешь кофе, смотришь какой-то ролик на YouTube, на канале Дмитрия Машкова. Подписаться нужно прямо сейчас. Действительно, в этом какая-то задумка есть. В силу того, что сейчас были очень сильные морозы, спрашиваю, это что? От морозов все равно леденели окна. Чуть-чуть теплый пол не справлялся. Но это когда было минус 25, минус 30. Сейчас на улице там нулевая температура. Здесь, в принципе, тепло. И самое главное то, что достаточно места. На все, что вы сейчас видите, люди потратили. Я спрашиваю, сколько? Ну что ты миллион двести, миллион пятьсот, плюс-минус. При том, что часть работы выполняли сами. И часть мебели, которую они привезли сюда, она приехала из предыдущей квартиры. Кошечку зовут Ума. Здесь она любит перекусить. Мы проходим дальше. Открываем. Здесь у нас санузел, ванна, туалет. Ребята говорят, подсмотрели технологию у финнов. У финнов спрятаны включатели внутри ванны. Ирина говорит, что очень удобно, когда, например, сидишь, ребенок бегает, он не может тебе выключить свет. Места здесь, в принципе, тоже достаточно. Подогрев пола здесь тоже есть. Хотя, говорят, ни разу его не включали, потому что в квартире тепло. Отмечаю сразу этот вопрос. Спрашиваю, холодно зимой было, не было? Нет. Топят отлично. Поэтому вопросов к отоплению не было. Проходим дальше. Здесь у нас получается детская комната. Вот, обратите внимание, коридор вроде бы узкий. Но, с другой стороны, нафига делать коридор шире, когда ты прошел? Ну, и все, и ты в комнате. Зато за счет этого они сделали себе больше кухню. У них есть один сосед, который находится вот за этой стеной. Когда сосед узнал, что здесь живет ребенок, что он сделал? Он сразу сделал дополнительную шумоизоляцию. Над ними никого нету. Под ними, кто есть, как бы ни разу никто там не жаловался. Соответственно, сейчас может быть слышно только соседа, когда он делает ремонт. В остальном все ок. Здесь они хотят сделать дополнительно столешницу большую. Слева, справа будут шкафчики. Соответственно, ребенок садится, может заниматься своими делами, работать, учиться. Слева, справа его шкафы с игрушками. Здесь сейчас у него вот спальная зона, рабочее место, домик. Комната, в принципе, большая. Еще обратите внимание, встроенный как бы шкаф идет, куда можно сложить все вещи. В том числе и родители, смотрю, свои вещи тоже подкидывают. Соответственно, на мой взгляд, вот действительно 55 квадратов здесь, они как-то ощущаются. Ты прямо заходишь, действительно чувствуется пространство, что много места. Кухня с залом, отдельная спальня у них, отдельная спальня у него. Все это разведено по разным сторонам. Достаточное количество света. Проживая в квартире, когда ты сделаешь хороший уютный ремонт, когда ты работаешь на удаленке, ты можешь кафовать. Ирина, получается так, что вам обещали, что дом будет сдан в 2016 году. В реале когда его сдали? В 2017, в конце года. И я знаю то, что ты это застройщику не простила, пошла судиться и отсудила у них сколько? Почти 700 тысяч. Слушайте, неплохо, да? 700 тысяч рублей, пожалуйста, застройщик в следующий раз будет шевелиться. Сколько времени ушло у тебя на то, чтобы отсудить это? Ну, в принципе, недолго. Исковое через три месяца назначили заседание, потом вынесли решение. И единственное, что мы попали в карантин, когда суда не работали. Но в первый день работы судов я получила исполнительный лист. А денежку когда тебе закинули? Мне повезло, на счету были деньги буквально через неделю. Но это редкость. Но это приятный бонус. Да, да, через неделю. Это даже, знаешь, такое, блин, неплохо, неплохо. 700 тысяч это не маленькая сумма. Вот вам обещали одного. На сегодняшний день, я так понял, парковочных мест у вас нету. Вторая очередь не строится, соответственно, детского сада не будет. Третья очередь не строится, соответственно, школы не будет. Да. Получается, вот то, что есть, это в сухом остатке остается на сегодня. Тебя это расстраивает? Ну, в некоторой степени, конечно, да. Да, потому что, ну, мы все-таки где-то в глубине души надеялись, что, ну, когда-то застройщики начнут выполнять свои обязательства. Ну, теоретически мы предполагали, что нам придется возить ребенка, и мы были готовы к этому. Ну, как-то вот, конечно, ходят слухи, что кто-то возьмет этот проект и продолжит его, не этот застройщик, который уже практически мертв, но какой-то другой. Мы надеемся, по крайней мере, участок под детское дошкольное учреждение, он откадастрирован, он есть, поэтому... На сегодняшний день, просыпаясь утром, детей в школу, в детский сад, куда люди возят? Что ближайшее? Детские сады есть в государевом доме, это соседний ЖК, ну, на машине пять минут, транспорта нет. А очереди там есть свободные? Пять минут мы уже прошли, знаешь, такой этап, когда люди выходят, у них вот во дворе находится детский сад, во дворе школа, а мест нету. А места будут через пять лет, когда уже в садик-то уже и не надо. Ну, так как большинство заселялось уже с детьми, потому что просрочили сроки сдачи, то, в общем-то, я знаю, что люди водят в детский сад, попадают туда. У вас ребенка сколько сейчас лет? Будет пять скоро. Пять лет, он в садик куда ходит? Он никуда не ходит. Потому что мест нет? Потому что он москвич. А, потому что как, вы сами получаете с ними? Ну, да, я на удаленке, ну, муж на удаленке. Вот вам, пожалуйста, ребята, раз, два. Пока мы передвигались по жилому комплексу, к нам подошла Надежда Александровна и сказала, мне есть что добавить. Надежда Александровна, расскажите, пожалуйста, вы проживаете здесь? Насколько я понял, вы раньше проживали в бараках, которые находятся здесь рядом, двухэтажные. Да. Потом у вас отключили газ. Да. Потом вас переселили сюда. Расскажите кратенько эту историю. Вот уже 18 октября мы переехали в этот дом. Так. А прописаны так и остались в этих бараках. Так. За квартплату платим по полной там, потому что счетчиков нет. Представляете, по пять кубов на каждого человека горячей воды и почти по пять холодной. Представляете, какая это сумма. Плюс мы тут уже целый год платим. Живете и платите здесь. Да, по счетчику, и за свет, и за все. Вот. И администрация не думает нас это как бы прописывать или решать вопрос по оплате. Ну, а они думают, вы к ним обращались наверняка, ходили, жаловались. Они вам что говорят по этому поводу? Ждите, когда дом поставят на кадастр. А сроки поставки на кадастр неизвестно. Было общее собрание вот этого дома. Сказали 11 числа, февраля. Мол, поставят на кадастр. Звоню Маргарике Васильевне. Ну, она, как бы мы с ней связь, поддерживаем. Она говорит, нет, ничего не получилось. Ждите конца февраля. А вообще смотрите вот на схеме. И как появится закрашенный ваш домик, значит вас поставили. И прошло уже больше года, и получается так, что раньше у вас был просто барак, а теперь у вас на вас числится и барак, и квартира. И квартира, трехкомнатная. Вот наш квартир, вот окошко. Надежда Александровна, ну скажите честно и объективно, жили вы в бараке, а теперь вы проживаете в квартире в пятиэтажном доме. Ну, на мой взгляд, со стороны это гораздо круче. Это очень хорошо. Мы довольны все. И площадь большая, и все удобства, и лифт тут все. Ну, извините, я пенсионерка, и платить и там, и тут очень накладно. Мы когда приехали, с тобой познакомились только, трактор проезжаешь, и такая, вот трактор у нас здесь ездит, все чистит, машинам проехать езди. Но при этом мы с вами находимся на детской площадке, которая не расчищена от слова совсем. Даже у человека, вон, трактор застрял полностью. Застрял. А ты на это смотришь? Пока был снегопад, так подозреваю, что у вас здесь ничего никак не чистилось. Ну, дворник не справляется. Но, на самом деле, у нас ситуация следующая. Эти участки подплощадки, они не откадастрированы с домами. То есть, они откадастрированы отдельно, и их вообще должна администрация чистить, убирать, но не чистит. Вот. Супер. Слушай, есть интересная история, которую, я думаю, как раз самое время коснуться. Когда вы заехали, получили ключи, счастливые, потом в один день такой приходит звоночек, такой бац, а дом-то ваш стоит незаконно, и так-то его ломать нужно. Каково это, вот, испытать вот это на себе, вот этот страх, который периодически показывают по телевидению, мол, вот люди там вышли на пикет. Это же действительно страшно, когда ты кричишь, что, блин, ребята, мы купили законно, что происходит? Я просто, когда узнала, что есть решение о сносе дома, я, честно говоря, немножко посидела, потому что я помню, как уговаривала мужа, что 214 федеральный закон, мы по ДДУ покупаем, все будет хорошо. И тут такое... То есть муж чувствовал, да, что что-то здесь может быть не так? Вариантов не было, потому что готового жилья, которое бы нам подошло, мы не нашли, было только, которое строилось, и нам очень важно было, чтобы сроки были максимально вот близкие к тому, когда мы покупаем. Поэтому мы посмотрели именно здесь, обещали в 2016 году, сдали в 2017, и мы уже даже до этого времени ходили на митинги, потому что на какие-то сборища вот обманутых дольщиков. Потому что у нас прошло уже 9-10 месяцев, а дома еще все не были сданы. Поэтому тут второе пришествие, я уже так начала немножко дергаться. Нам очень повезло, что у нас очень юридически подкованная была грамотная соседка, которая подготовила все документы, нашла все-таки выходы на застройщика, как-то его встряхнула немножко. И мы начали ездить по судам, писать обращения в Минстрой, в Министерство жилищной политики, везде, 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 везде. Вот в 2019 году все это счастливо закончилось, решение о сносе отменили, но кадастр мы так и не получили. И получили его только в марте 2020 года. То есть мы уже подали новые иски об обвязании и постановке на кадастр наших домов, потому что по каким-то надуманным поводам дома не ставили. А вот это очень важно. Когда в офисе продаж, менеджеры от застройщика заманивают вас низкими ценами, рассказывают вам сказки о том, что вот сейчас покупайте со скидкой, ведь скоро мы поставим дом на кадастр, цена сразу вырастет. А как только начнем строить вторую очередь, детский сад начнем возводить, цена еще вырастет, начнем строить парковку, цена еще вырастет, поэтому вам нужно купить сейчас. Ирине, конечно, нужно отдать должное, что все это она рассказывает с улыбкой. Ну, приятно вспоминать свои победы, потому что вот так покупать себе квартиру в новостройке, которую вам на рендерах показывают как нечто крутое, а потом, когда ты еще даже не заехал, ты уже ходишь, судишься, ты уже всем доказываешь свою правоту, что тебя обманули, вот этот геморрой нафиг никому не нужен. И все как раз таки боятся покупать квартиры на этапе котлована вот именно из-за таких историй. К слову, сломать хотели два дома из шести, и это им еще дико повезло, что им удалось через суд доказать свою правоту, и дома не снесли. А по России сколько таких историй, когда люди покупают квартиры, а потом дома все-таки сносят? Друзья, знакомьтесь, Денис. Денис, привет. Денис, муж Ирины, как вы уже поняли. Денис, давай с тобой поговорим про цены. Вот сколько в месяц вам обходится эта квартира за последний месяц по ЖКХ, по всему? Отдельно надо брать платежку ЖКХ, где-то в районе 4,5 тысяч. Далее идут электроэнергия, она у меня колеблется летом, потому что у меня работает теплый пол, зимой работает, в районе 500-1000 рублей, вот так. И капремонт, мусор, тоже в районе 1000, на круг 6,5-6300, вот так. Каких-то парковок, еще платных дополнительных услуг, там, консьержев у вас нету? Нету. Была напряженная ситуация с парковкой, вроде попытались здесь организовать что-то платное, но было непопулярно, потому что, тем не менее, встать можно. Поэтому, как бы, в целом нет. То есть, такого, что, например, если ты куда-то уедешь, приедешь в вечернее время, крутиться по всему ЖК, искать место тебе не придется? Если совсем поздно, сейчас, да, много ремонтов, много людей заселилось, после 9 часов сложновато. Но, тем не менее, я, например, нахожу, принципиально не становлюсь на бордюр, я, может быть, да, пройдусь пешочком минут 5, но поставлю машину правильно. Денис, насколько я знаю, ты работаешь в сфере IT. Куда мы не приедем, друзья, в будние дни все люди работают в сфере IT. Даже уже многие в комментариях пишут, вот, в Москве вы одни айтишники, блогеры, писатели, поэты, людей нормальных нету. Дэн, расскажи, офис где у вас находится? На Алексеевской. Приходится в офис вообще ездить? Да, само собой, какие-то там документы отвезти, банально с ребятами, да, пересечься, поговорить, да. Если тебе нужно будет приехать в офис к рабочему времени, там, к 9 утра, сколько это займет по времени? Ты же на машине поедешь? Нет, я больше за общественный транспорт, у нас тут рядом станция, я вообще обожаю самокаты, куплюсь электросамокат, рекордом за 8 минут я добрался до станции, минут 20 до метро, и, наверное, еще около минут 40. В принципе, где-то часа полтора я, в принципе, буду уже на работе. Но и ты при этом ездишь туда сколько раз в месяц примерно? По-разному, могу и два раза здесь, могу там опять раз съездить. И, слушай, с точки зрения ремонта, вот вы зашли, вы начали все переделать под себя, вот ты примерно, говоришь, сколько там, миллион двести? Ну, наверное, около того, да, уже будет. Миллион пятьсот? Ну, говорю, на миллионе я уже остановился, такой подсчет детальный вести, но, так прикину, где-то, ну да, миллион двести, миллион триста, около того. Расскажи, что сделал по ремонту? Да, хотел прижиться к концепции умного дома, везде управление светом с телефона, датчики протечки, датчики влажности, там, включился вентилятор, грубо говоря, если там большая влажность в ванной. Да, тут, ну, на самом деле, ничего суперсложного, HDMI-кабель прокинуть под полом, как и вся остальная проводка, чтобы было здорово, я заранее несколько проводов в интернет пустил через потолок и пол, и теперь у нас система видеонаблюдения, которая в доме, она в электроводе проходит через мою квартиру. То есть, если бы я этого не сделал, у нас бы не было вида сверху, наверное, так. У тебя есть возможность включить и увидеть все, что происходит на улице. При этом вы на всякий случай, когда сюда заезжали и думали, что дом может быть холодным, вы сделали дополнительный теплый пол у ребенка в комнате, у вас теплый пол на том балконе, у вас теплый пол в ванне. Да. Все? Или еще где-то есть? Где внешняя стена была, да, то есть я переживал, не знал, мы в Монолит в первый раз как переезжали, хотя говорили, что, в принципе, теплый дом будет, но решил подстраховаться. Вот с твоей точки зрения, плюсы-минусы проживания здесь, вот что тебе прямо здесь нравится и что тебе здесь не нравится? Нравится эта камерность, сплоченность соседей, да, он тут буквально знаешь практически каждого второго. Вот, соответственно, возникает какая-то проблема, можно скинуть клич и соберется народ, да, и эту проблему решать. Также мы всем скопом спасали наш бедный фонтан, вот, собрались, собрали денег на него, восстановили, вот он радует жителей. Сейчас у нас проблема с прудом, вот тоже собираем подписи, хотим его отстоять. То есть любая какая-то проблема, у нас сразу появляется куча активистов, и мы наваливаемся, стараемся ее решить. То есть такое, знаешь, и плюсы, и минусы, с одной стороны, хорошо, что вы сплоченные, и у вас есть возможность отстаивать, с другой стороны, минус то, что постоянно что-то здесь у вас приходится отстаивать. То дом хотели сломать, то строят, то что-то. Вот в этом плане, вот эта бюрократия сильно напрягает? Да, есть такое. Любое решение любого вопроса, утыкается в этой бумажке, сбор подписей, ходить там бить челом где-то, да, и так далее, как бы, вот, это да, здорово напрягает. Вот вы, как пенсионер, вот проживая здесь, выходя из дома, магазин, продукты купить, может, какой-то рынок, где это все для вас? Мы ходим на Петровский проезд, потому что для нас Дикси, Пятерочка, соответственно, потому что в нашу фасольку там такие цены, и это очень дорого. Вот Петровский проезд, чтобы людям было понятно, вот вашим ходом это сколько времени занимает отойти? Долго. Ну, долго, это 10 минут, час. Ну, полчаса-то точно мы идем, представляете, с сумками, там тротуарчика у нас нет, вот эта дорога, по ней машины идут и идут, приходится как сайгак прыгать туда-сюда. В общем, настолько все неудобно. И автобусы, 59-й, то придет, то не придет, я не знаю, тут столько много детей, ни детского сада нет, ну, про школу я вообще не говорю. На видное приедешь, там и автобусы ходят, и магазинов много, а нам податься некуда. Вот только вокруг дома походим, погуляем, и весь досуг. Была бы у вас возможность, допустим, продать эту квартиру и переехать куда-то, вы бы воспользовались этим? Не знаю, я уже привыкла бы, мы привыкли тут уже сколько лет, почти 40 с лишним лет. Место для вас это уже все равно. Да, да. Надежда Александровна, я желаю вам, чтобы побыстрее решился ваш вопрос, чтобы вы все-таки пенсию свою и старость встречали в удовольствие. Да, желательно побыстрее, потому что действительно платить и там, и тут очень накладно. Спасибо вам большое. Ребята с администрацией, разберитесь, указ дал. Стоп, все. Спасибо большое. Ей вот неудобно, ну, понятное дело, возраст, до рынка ходить, фасолька, вот вы молодые. Как вам здесь проживать? В магазин съездить, кинотеатр, на рынок за продуктами, какие-то бытовые услуги, куда все это? Ну, рядом есть у нас карусель, ленточка. Рядом это сколько ехать на машине? Ну, 5 минут, ну, пробка 10 минут, это прям вот уже все. Это быстро. Это быстро, да. Ну, это прям рядом в государевом доме, у них инфраструктура более развита. Там есть и ателье, и дома, дом услуг, и карусель, и фитнес-центр. То есть я правильно понимаю, что ЖК, государев, дом, это, грубо говоря, ваши соседи, но у которых уже все есть, и вы ездите к ним туда? Да, потому что там сразу очень много домов. Мне кажется, там 37 уже домов, поэтому там инфраструктура по развитию. Там как раз есть два детских садика, и коммерческих площадей больше, поэтому у них возможно это реализовать. Раньше на месте этого жилого комплекса были поля, и к счастью для жителей этого дома поля не аэрации. Здесь были огороды. Эти огороды были незаконные, их убрали, и на их месте построили дома. Отличительная особенность этого жилого комплекса, что сюда летом приходят гулять коровы. На этих полях они активно пасутся в большом количестве, и ребята говорят, может быть такое, что утром просыпаешься, открываешь окошко, а у тебя по двору идет корова. Далее. Дом сейчас этот активно заселяется, все шесть домов. Таким образом, парковочных мест даже в этих пятиэтажках становится все меньше и меньше. И в разговоре с ребятами уже промелькает о том, что иной раз можно встретить людей, которые паркуются на тротуаре, в силу того, что машину поставить больше негде. Они общаются с людьми, но все равно выявляются ситуации, когда кто-то где-то бросил мусор. В силу того, что жилой комплекс небольшой, все друг друга знают, смотрят по камерам видеонаблюдения, находят людей, кто начинает устраивать беспорядки, отчитывают и стараются поддерживать свой дом, свой жилой комплекс в чистоте и порядке. Тот самый фонтан, за который они бились, он был отдельной особенностью этого жилого комплекса, и они его отстояли. Соответственно, фонтан летом будет функционировать. Вообще у нас здесь необычайная красота, у нас рядом усадьба Волконских 17 века, у нас здесь монастырь Екатеринский, мужской, он действующий тоже. А у нас здесь зона охраняемого ландшафта, на которой нельзя строить, там вековые сосны, очень красиво это все. Летом едешь, когда это вообще невероятно. Но, если нельзя, но очень хочется, то пытаются проложить трассу, прям в непосредственной близости, 4-7 метров от соседнего дома. То есть будет проходить шумозащитный экран. 407? 407. То есть они еще не знают точно, какая будет. 4 или 7 метров от соседнего дома? Да, будет шумозащитный экран, да, и будет дорога. То есть это получается будет так, что ты подходишь к окну, а видишь вместо поля условно экран. Ну, да. А эта трасса, это будет альтернатива МКАДу? Это платный дублер МКАД. То есть в 2021 году хотят запретить движение грузовиков по МКАДу, их надо где-то перенаправить. У вас здесь? Ну да, вот СКАД, и хотят, чтобы в обход Москвы они ездили у нас. И при этом, как я понял, там будет полосность, ребята, вдумайтесь, от 6 до 12. И у вас сейчас с этим идут тоже баталии? Ну да, мы тоже пытаемся добиться переноса этой трассы, потому что южнее находятся поля, которые никем не застроены, но они самолетовские. Самолетовские. То есть в дальнейшем там когда-то что-то на них будет строиться в виде очередных многоэтажек. Да. И, соответственно, получится так, что вы изначально, когда сюда заезжали и смотрели, вы подумали, о, как здорово, мы будем жить в лесочке. Потому что, ну, действительно, здесь, на самом деле, когда едешь, лет у меня здесь бывало в этих местах, где действительно красивые виды есть. Спокойно вроде бы. Да. А сейчас на деле получается то, что первый стресс, это снос домов. Да. Второй стресс, с которым вы сейчас боретесь, это строительство альтернативы МКАДа. Третий стресс, это то, что начнется все здесь нахрен застраиваться на основании, то тоже здесь неизвестно, какая инфраструктура будет с пробками. Здесь, короче, жопа. Ну, надвигается. Ну, я вижу, ты улыбаешься, и тебе позитивное настроение. Ну, я надеюсь, что как-то, раз мы добились отмены сноса, то как-то, может быть, получится. Ирина, у вас на самом деле очень прям просторно в квартире, действительно очень уютно. Вот необычно сделано, то есть тона подобранные, вот даже та же самая картина, вот прям в глаза бросается, и на самом деле на нее смотришь, думаешь, вау. Расскажи, откуда такие идеи пошли, как пришли именно к такому ремонту и к такой планировке? Спасибо большое, мне очень приятно, потому что, в общем-то, дизайном и подбором материалов занималась я. Когда мы уже купили квартиру, естественно, у нас был предварительный план, и я сидела и чертила, чертила, что же можно там придумать, как получше это скомпоновать. Потом я нашла блок просто ремонта, у меня прям такой вау, очень круто делают, и такие простые, стильные, лаконичные интерьеры мне понравились. Мы нашли дизайнера, которая мне прям легла своим видением интерьеров, и мы обратились к ней, заказывали у нее перепланировку. Вообще по-другому здесь было совершенно все устроено, был длинный коридор, который ни к чему его нельзя было привязать, просто потеря пространства. И было все две комнаты, получается, что небольшая маленькая кухня, и одна огромная вот эта вот комната, которую, по сути, мы бы задействовали как либо детскую, либо как спальню. Слушай, на самом деле, мне кажется, у вас очень круто получилось. Друзья, напишите обязательно ваше мнение в комментариях. Вот объективно, какие прям для тебя прям явные плюсы, что тебе здесь прям вот на сегодняшний день сильно нравится? Мне очень нравится, что здесь тихо, что здесь очень спокойно, так как мы уже давно общаемся с соседями, да, это вот этап как раз, почему нам дом не сдавали, мы обращались в инстанции, потом мы ходили по судам. Мы за это время уже сроднились, мне кажется, дружим с семьями, с соседями, идешь по ЖК, и с каждым практически здороваешься. И очень комфортно, что ты находишься в таком позитивном каком-то ключе, потому что, ну, приятно, когда люди тебе улыбаются, когда ты знаешь, ну, это как деревня, но, в общем-то, очень здорово. Летом ходим на шашлыки в лесополосу, ну, все, аккуратно тушим, убираем за собой мусор. А такой вопрос, вот у вас есть общий чат, где вы все общаетесь, вот с точки зрения качества строительства, есть те, кто жалуется постоянно, может быть, там, стена сыреет, я не знаю, холодно человеку, с окнами какая-то проблема, с водой, с отоплением? С окнами мы, например, не меняли окошки, хотя есть у них нюансы, надо будет отрегулировать, но, в принципе, хорошие окна у нас поставили. Есть кто менял, ну, просто потому что, как по привычке, вот приезжаем, надо поменять батареи, мы тоже поменяли, потому что они такие страшненькие были, мне хотелось, красивенькие, новенькие. У нас была у самих щель между стеной и потолком, но мы приняли уже квартиру, потому что проще было самим заделать, чем ждать, там, 45 дней, застройщика. Проблема у нас, в общем-то, снаружи только с отмосткой, потому что сделано немножко некачественно, и застройщик уходит в несознанку. Ну, так как я хожу по подвалам, проверяю, когда у нас подготовка идет к осенне-весеннему, там, зимнему сезону, я проверяю, хожу по крышам вместе с управляющей компанией, хожу по подвалам. Все чисто, все сухо, жаловались люди, делали какие-то там сливы, какие-то поштробили, не знаю, для отвода воды штучки. Ну, в общем и целом, нет такого, что кто-то жалуется, что стены вот плохо именно сделаны. Была трещина у нас, у соседей вызывали экспертизу, но это просто усадка дома, и она была именно по шпаклевке, штукатурке, то есть она не была глубокая внутренняя, поэтому как бы все нормально. А минус, это то, что нам не пускает общественный транспорт дополнительный, то есть у нас ходит несколько автобусов, но народу стало больше. Автобусы ходят по тому же расписанию. Мы писали в министерство транспорта, пытались продавить, чтобы нам хотя бы дополнительно какие-то маршруты пустили до другого метро, например, не только до станции. Но так как у нас очень мало зарегистрированных людей здесь прописанных, то по факту нас нет. Вот, поэтому почта у нас нет, у нас нет почтальона, то есть надо ходить на почту, самим спрашивать, а если там письмо пришла ли посылка. Но она недалеко, но тем не менее. Вот такой у нас сегодня получился уютный, объективный сюжет. Вот посмотрите, пожалуйста, за моей спиной пятиэтажечка, да, с колоннами. Ну в этом же что-то есть, красный с белым, отлично сочетается. На первом этаже вас встречает замечательный магазин, который, ну, откровенно здесь не в тему. Вот им, да, с точки зрения того, что они проживают дома и работают из дома дистанционно, в кайф. А если каждый день ездить на работу, ну это плюс полтора часа, будь добр, отдай своего времени. При условии того, что ты поедешь на общественном транспорте, куда-нибудь, допустим, до центра Москвы. В общем, друзья, все рассказали, все детально показали, теперь ваше время высказать ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше будет больше подобных сюжетов. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на сегодня все. До новых встреч, всем пока-пока.